Уважаемые коллеги, мне очень приятно участвовать в нашей конференции, которая по возможности охватывает не только клинические стороны, но также и многие другие. И вот сегодня мы обсуждаем терапию рака желудка с той точки зрения, как возможно наших лечить пациентов в плане персонализации. И вот слайд, который на сегодняшний день не потерял актуальности с 2011 года, конечно, мы понимаем, что появляются новые мишени для таргетной терапии, о которых мы поговорим дальше в докладе, но тем не менее мы знаем этот основополагающий слайд, который не потерял актуальности на сегодняшний день. Итак, если можно, мы сразу перейдем к голосованию, и вопрос заключается в следующем концу. Честно скажу, мы его повторим для того, чтобы понять, как ситуация поменялась с мнением присутствующих. Итак, вопрос. Можно ли сегодня говорить о персонализированной терапии, таргетной иммунотерапии, метастатического рака желудка и пищевода? У вас в телефонах выведено голосование, прошу прощения, да? И три опции, соответственно, да? Нет, я сомневаюсь. И какой у нас результат? Результат. Результат совершенно замечательный, я считаю, потому что подавляющее большинство считает, что мы можем говорить, это 68% о персонализированной терапии, и сомневается примерно треть. Итак, мы продолжаем. Благодаря глубоко уважаемой Елене Владимировне, представленной её лекции, посвященной ингибиторам ангиогенеза, я не буду долго останавливаться на механизмах действия этих препаратов. Скажу лишь, что в нашей лекции мы коснемся моноклонального антитела рамуцерумаба, ингибиторов тирозинкина, срегарафениба и апотениба. И вот те исследования, которые, в принципе, уже звучали, поэтому я коротко только озвучу. Это использование рамуцерумаба, которое показало возможность и эффективность его использования во второй линии лечения у пациентов. Это исследование REGARD. И второе исследование RAINBO, которое показало возможность лечения этих пациентов в комбинации рамуцерумаб плюс поклитоксел. И, соответственно, улучшение показателей общей выживаемости и безрецидивной. Да, препарат был исследован также при возможности лечения в первой линии. Однако же то улучшение выживаемости без прогрессирования, оно не было подтверждено независимым комитетом, экспертам, общая выживаемость была не улучшена, и таким образом препарат не был зарегистрирован в первой линии лечения. Следующий препарат – это ингибиторы тирозинкиназ, которые влияют также на мишень ВИДЖФ, это апотениб, препарат китайский, ингибитор тирозинкиназ, он показал свою эффективность в третьей линии терапии, на сегодня результаты представлены в журнале GCO, обсуждаются на международных конференциях, исследования по этому препарату продолжаются. Относительно следующего препарата ингибитора тирозинкиназ – это ригарафениб, эффективность во второй и третьей линии показала возможность улучшения общей выживаемости, а также подгрупповой анализ показал существенные отличия относительно пациентов, живущих в разных регионах, в частности при азиатской популяции, популяция в Южной Корее показала значимые преимущества при лечении этим препаратов. И, возможно, это тоже шаг к индивидуализации лечения, и таким образом эти исследования также продолжаются. Следующая мишень – это HER2-рецепторы, и сейчас запубликованы новые данные о том, что онкопартнер HER3 помогает HER2-рецептору и запускает механизм через путь PI3-KI-IKT, и, соответственно, дальше мы реализуем все эти механизмы действия на выживаемость, ангиогенез, ингибирование апоптос и так далее. Кроме того, имеются данные об иммунологических эффектах этих препаратов, и, соответственно, также ингибируется передача сигнала внутри клетки. Препарат, который на сегодня зарегистрирован в том числе и в России, и мы здесь можем также обсуждать персонализированное лечение, поскольку он эффективен только у пациентов, которые имеют положительный HER2-статус в опухоли, и исследование, которое доказало эффективность в этой популяции пациентов, это исследование ТОГА, которое показывает нам увеличение достоверной общей выживаемости, выживаемости без прогрессирования, и таким образом препарат был зарегистрирован повсеместно, и мы его используем в нашей практике в первой линии лечения. Относительно других препаратов ситуация намного хуже, и исследовались и высокие дозы тростозумаба, это исследование HILOAS, использовались в комбинации пертузумаба с тростозумабом, исследование ГЭСБИ исследовало тростозумаб-энтанзин, так называемую КАТСИЛУ, исследование других препаратов, которые направлены на HER2-статус, ингибиторы тирозинкеназ, лопатинив в комбинации с ксилоксом, не показали своей эффективности, и поэтому эти препараты на сегодня не одобрены в лечении рака желудка. Почему же это происходит? Эти ситуации обсуждаются в сравнении с больными, которые имеют рак молочной железы. Оказывается, на сегодняшний день HER2 положительная экспрессия, гиперэкспрессия этого показателя, она не является доказанной как прогностическим маркером для рака желудка. Мы знаем, что для рака молочной железы это негативный прогностический фактор. Также имеются нюансы с окрашиванием морфологических препаратов и выполнением этих методик. Мы видим, что при раке желудка отмечается примерно только у 30% пациентов фокальная гиперэкспрессия меньше, чем в третьей опухолевых клетке. И таким образом также было показано, что пациенты, которые имеют ко второй и последующей линии терапии гиперэкспрессию этого фактора, на сегодня не установлен. Таким образом, показания для продолжения этого лечения в дальнейшем, при следующих линиях терапии, на сегодня, в принципе, остаются сомнительными. Следующая новая мишень, которая обсуждается на конгрессах, это мишень Клаудин-18-2. И препарат, который влияет, это моноклональное антитело, который влияет на эту мишень, это Клауксимаб. Основными в механизме его действия являются активация антитела и комплимент зависимой цитотоксичности, индукция апоптоза, а также активация провоспалительных цитокинов. И вот исследования в первой-второй фазе, которые позволяют предварительно оценивать общую выживаемость и выживаемость без прогрессирования, они, в принципе, показали перспективность его использования именно при раке желудка, поскольку именно эта мишень наблюдается и отмечается при слизистой желудке, а не в нормальных тканях. И исследование, которое позволило оценить его эффективность в первой линии в комбинации с химиотерапией, перубицином, оксалиплатином и капицитабином, показало, что при персонализированном подходе, при наличии у пациента высокой экспрессии этого фактора больше 2% и при интенсивности окрашивания больше 70% отмечается увеличение общей выживаемости. И таким образом эти исследования продолжаются на сегодняшний день и имеют достаточно высокие перспективы. Относительно иммунотерапии мы понимаем, что рак желудка и рак пищевода, они относятся к достаточно высокоиммуногенным опухолям. Мы видим, что по частоте соматических мутаций в их зонах эти опухоли достаточно иммуногенные, и это открывает определенные перспективы в использовании иммунотерапии. Посмотрим, так ли это. Если мы говорим об адаптивном токлеточном ответе, то на сегодняшний день исследованиями показано, что при гастроэзофагиальном раке отмечается повышенная экспрессия чекпоинтов, также при раке желудка отмечается нарушение регуляции конгибиторных легандов, и, кроме того, были найдены определенные потенциальные иммунные чекпоинты белки, другие, которые также могут быть использованы при таргетной терапии рака желудка. Те исследования, которые на сегодня нам позволяют оценить антипиди-1 антитела, это прежде всего использование пембролизумаба и неволюмаба. Они позволили зарегистрировать эти препараты. Пембролизумаб при высокой микросателлитной нестабильности в 2017 году. Регистрация по этому показанию произошла в США, и неволюмаб зарегистрирован в Японии для лечения рака желудка. Другие антипиди-1 антитела не зарегистрированы, так же, как и анти-CTL-4. Они имеют низкую эффективность и изучаются в основном в комбинациях. Это основные исследования, которые были посвящены иммунотерапии рака пищеводка и желудка. И нужно сказать, что если обзорно мы обсуждаем их, то они были посвящены изучению этих препаратов в азиатской популяции, в европейской, так же при различной гистологии, плоскоклеточный рак или аденокапсинома, и так же в зависимости от PDL-статуса. И такой важный показатель, который, в принципе, возможно, влияет на решение в индивидуализации лечения, это позитивный комбинированный подсчет, это количество PDL-положительных клеток, умноженное на 100 к отношению общему числу опухолевых клеток. И вот эти исследования первой и второй фазы, если их объединить в целом и посмотреть на результаты, то было показано, что при наличии этого индекса CPS больше единицы или больше 10, по крайней мере, в разных исследованиях были акценты сделаны именно на разные кат-оффы этого показателя, то в этой ситуации мы наблюдаем более высокий общий ответ, примерно в два раза превышающий при более низком этом индексе. Общая выживаемость составляет примерно 22-45% по данных исследований первой и второй фазы. Исследования третьей фазы, здесь не буду задерживаться, поскольку дальше мы их рассмотрим более подробно. Ингибиторы, направленные на антипедиодин, неволюмап во второй линии, изучался в исследовании, который был, как я говорила, преимущественно в азиатской популяции, была показана эффективность в плане улучшения общей выживаемости, таким образом препарат был зарегистрирован в Японии. Относительно пембролизумаба, исследование Киноут-61 в общей популяции не увеличил показатели общей выживаемости, однако при выделении индекса и больных с индексом CPS больше 10 было показано, что это возможно. И таким образом исследования в этом плане продолжаются. Последняя конференция АСКО в 2019 году представила результаты исследования, Киноут-62, которая позволила оценить возможность влияния монотерапии, пембролизумаба в сравнении с химиотерапией и комбинацию этих двух направлений. И было показано, что относительно, если мы сравниваем иммунотерапию просто с химиотерапией, нет значимых улучшений показателей общей выживаемости, однако есть клинически значимое, как мы уже говорили, предыдущие докладчики касались этого, что возможно не только статистически значимое, но и клинически значимое улучшение, а именно вот в этом исследовании разница составила 7 месяцев, поэтому авторы делают акцент на этом, что клинически значимое улучшение общей выживаемости при CPS индексе больше 10. Относительно комбинации химиотерапии пемболизумаб данные были недостоверны. Относительно использования других ингибиторов, в частности АВИЛИМАБа, исследования не показали свою эффективность, поэтому препарат не одобрен, но есть также вариант изучения комбинации неволюмаба с илипилюмумабом, и здесь исследуются разные режимы этих препаратов. Исследование, которое было посвящено комбинации ингибиторов, чекпоинтов и химиотерапии, оно было остановлено, это Checkmate 649, было остановлено в связи с высокой токсичностью, однако данные в другом исследовании, Checkmate 32, при одном из вариантов дозового режима, в принципе, вполне возможно, что мы будем иметь эту комбинацию. Эти исследования продолжаются. И еще одно интересное исследование, которое стоит особняком, это исследование Checkmate 181, оно посвящено, прежде всего, лечению больных с плоскоклеточным раком, вернее, оно посвящено лечению больных раком пищевода, и отдельно стояли первичные и конечные точки, как задачи этого исследования, это улучшение общей выживаемости при плоскоклеточном раке пищевода в общей популяции и при наличии PDL-CPS больше 10. И вот из трех целей поставленных, две цели были достигнуты, поэтому на сегодняшний день мы рассматриваем иммунотерапию при плоскоклеточном раке пищевода во второй линии как одну из возможных эффективных опций. Почему же эти неудачи происходят при лечении рака желудка? Это тоже обсуждается, и одним из ответов является наличие гетерогенности между опухолью первичной и метастатической. В частности, исследования показывают, что только 56% генных мутаций и 37% генных апплимфикаций совпадают в первичной опухоли и в метастатической. Также существуют географические различия в эффективности и токсичности иммунопрепаратов, и это еще один аспект, который на сегодня мы обсуждаем. Здесь мы показываем, какие возможные варианты сказываются на эффективности и токсичности лечения, и обсуждается, самое интересное, это публикация 2018 года в GCO, которая обсуждает также возможное влияние и половых различий на эффективность и токсичность системного лечения. Перспективы. Это комбинации препаратов с цитостатиками, это комбинации с мек-ингибиторами, это комбинации с вакцинами. Препараты также комбинируются с моноклональными антителами, ингибиторами BGF, то есть этих вариантов много, эти исследования идут. На одном из них остановлюсь, это именно комбинация у больных, которые имеют хердвопозитивный рак желудка, в сочетании использования тростозумаба, пембролизумаба и химиотерапии. Данные представлены были на одном из последних конгрессов, которые практически, если мы посмотрим, и если мы будем доверять суждению авторов, обеспечивают контроль заболевания почти до 100%, ну и кривые выживаемости, соответственно, так же мы видим на слайде. Переоперационная химиотерапия, конечно, не относится к метастатическому раку, но здесь я просто обращу ваше внимание в плане персонализированного подхода. Это исследование Innovation, которое запущено на сегодня и изучает возможности использования химиотерапии и комбинации тростозумаба и тростозумаба с пертузумабом. Ну и, скорее всего, наше будущее – это дифференцированный подход к лечению больных с учетом молекулярных подтипов. Скорее всего, те иммуногенные подтипы рака желудка, такие как Эпштейн-Барзависимый и имеющие высокую нестабильность, будут являться кандидатами для иммунотерапии. Остальные пациенты, скорее всего, будут подлежать таргетной терапии. И вот, собственно говоря, вопросы в заключении для нашего голосования относительно иммунотерапии. Есть ли перспективы для иммунотерапии при лечении метастатического рака желудка и пищевода? Первый вариант. В самостоятельном варианте есть. Есть в комбинации? Нет. Ну и у кого-то, может быть, есть что-то другое. В комбинации с другими препаратами большинство рассматривают определенные перспективы. Возможно, это так и будет. Потому что, как мы сегодня поговорили, скорее всего, в самостоятельном варианте мы можем на сегодняшний день говорить только о второй линии лечения плоскоклеточного рака пищевода. Ну, относительно дальнейшего. Второй вопрос еще там у нас. Пожалуйста. Необходимо ли определение биомаркеров при иммунотерапии метастатического рака желудка и пищевода? Да, есть в частности маркеры PDL и CPS больше 10, MSI-HIGH, другие. Может быть, в том числе опухолевая нагрузка или микробиота. Бывают и такие исследования обсуждаются. И если это нет необходимости. Все-таки большинство, абсолютно, я так понимаю, 100% за определение маркера в этой ситуации. И мы переб... Ой, куда-то я перелистала. Так, ну, заключение. Заключение прочитаю, наверное, с экрана здесь. Да, это будет после заключения. Да, еще будет вопрос, да. Значит, на сегодня мы, подводя итоги нашему обсуждению, можем говорить о таргетной терапии в первой линии при хердопозитивном раке желудка. И, соответственно, можем говорить, обсуждать результаты второй линии в качестве использования ингибиторов VGF. Куда мы движемся? Так, мы перешли, я так понимаю, к вопросу, с которого начинаем. Итак, можно ли сегодня говорить... Это повторное голосование. Мы хотим посмотреть, насколько мнение поменялось или не поменялось от полученной информации. Итак, можно ли сегодня говорить о персонализированной терапии метастатического рака желудка и пищевода? Как мы помним, треть на тот момент сомневались. И вот сейчас мы имеем данные, которые показывают, что сомневающихся стало на 10% меньше. Это очень приятно. Ну хорошо, тогда мы заключаем наш доклад. Итак, первая линия – это возможности персонализированного лечения при хердопозитивном раке желудка. Во второй линии – с использованием антивиджев-блокаторов. Обсуждается, возможно, мишень Клаудин-18-2. Иммунотерапия для рака желудка ограничена. Для рака пищевода во второй линии при плоскоклеточном варианте, скорее всего, да. Необходимо определение маркеров, но это мы уже понимаем практически все. Поиск потенциального синергизма иммунотерапии других препаратов, он ведется. В будущем, возможно, дифференцированный подход в зависимости от молекулярных потипов. Ну и, наконец, дальнейшее изучение в плане географических отличий, эффективности, токсичности. Эти исследования также ведутся. Благодарю всех за внимание. Ну это голосование мы уже провели. Ну, собственно говоря, все. Спасибо. Спасибо большое, Любовь Юрьевна. Пожалуйста, вопросы. Несколько минут есть для вопросов. Пожалуйста. Спасибо за хорошую презентацию. Вот хотелось бы услышать такой вопрос из практики. Конечно, понятно, исследование итога это метастическая рака желудка. Но скажи, такой случай из практики. Выполняем хирургическое вмешательство и через 6 месяцев идет прогрессирование опухолевого процесса. Ретроспективно оцениваем первичную опухоль. У нас есть классическое билатеральное окрашивание иммуногистохимические 3.0. То есть HER2 положительное 3+. А метастазы, которые взяли спустя генерализации процесса, там как бы все отрицательно. Мы будем этого пациента считать как HER2 положительное или отрицательное? Будем назначать расизумаб или нет? Ну я правильно понимаю, что вы прооперировали, потом он прошел лечение. Прооперировали через 6 месяцев, ничего не проводили, прогрессирование пошло. Первичная опухоль. Я бы в этой ситуации все равно назначила HER2-блокаторы. Потому что мы понимаем, что мы можем попадать в одни клоны, не попадаем в другие. Скорее всего, это гетерогенность, которая имеется. Мы не застрахованы от того, что имеются метастатические клоны и в том числе HER2-позитивные. Так, и еще такое. Вот давайте конкретизируем. Мы сегодня уезжаем, через год приедем, все меняется, ничего не станет в одном месте. Так мы будем в блокаторе чекпоинта рекомендовать сегодня больным за исключением просто как лет в час? При раке желудка воздержимся. Или пока мы подождем. Воздержимся. Вот я из Беларуси, вы из России, у нас практически одна и та же ситуация. Вот как мы будем приедем? При раке желудка пока воздержимся и дождемся новых результатов. Ну, наличие МСА и ХАИ, конечно, да. Да, потому что что-то не соответствует одно другому. Ладно, если можно, третий вопрос. Вот я хотел предыдущему докладчику задать этот вопрос. Вот у нас есть рецепторы ангиогенеза. Их 6 сигнальных молекул, 3 рецептора. Вот все вертится вокруг первого, второго, ничего про третьих. Хотя он участвует в лимфогенезе. Большую роль. Хотя это очень важно, такая роль у нас сегодняшний день в развитии вообще злокачественного процесса. Есть ли работы, есть ли препараты, которые направлены именно на R3 рецептор клетки? Где нам, Владимир? На следующий день, может быть. Есть, и в том числе они проводятся англогическими молекулами, у нас большая часть, что они детальны, но пока... Ничего. Все. Большое спасибо. Ответами удовлетворен. Еще один вопрос, Любовь Юрьевна. А пембролизумов для рака пищевода в показаниях уже где-то есть? Для второй линии рака пищевода? В показаниях нет, есть исследования, которые, я думаю, повлечут регистрацию. Да, исследования, но показаний еще нет. Пока, да, я думаю, но повлечет регистрацию.